В эфире программа «Библейские чтения» с вами автор и ведущий Николай Арефьев. Мы с вами в тематической серии «Учение о Небесном Царстве». Актуальное учение на сегодняшний день, вернее, актуален наш с вами подход. Обратите внимание, что Христос людей заинтересовал в том, чтобы они приближались к Царству Небесному. Стремитесь, прежде всего, войти в Царство Небесное, остальное все вам приложится. И для нас эта тема, она должна быть приоритетной. В чем еще ценность тематики о Небесном Царстве? Именно эта тема, она укрепляет в нас с вами веру. Что происходит, когда мы читаем о Небесном Царстве, размышляем о Небесном Царстве? Мы ищем свое место, мы себя представляем в этом Небесном Царстве. В том числе, смотрите, на таком трансцендентном уровне человек, читающий или слушающий о Небесном Царстве, он мысленно себе это Царство уже возводит как бы в памяти, в мыслях, в сознании. Он задает себе важные вопросы касательно этого Царства, своего места в этом Царстве, своей части, своего предназначения. Ведь это будущность, согласитесь. Вот мы верим в вечную жизнь. Мы хорошо делаем, что верим в вечную жизнь. Но мы должны в этом отношении ответить на целый ряд вопросов, касающихся вечной жизни. Что будет в вечной жизни? Мы читаем об Иисусе Христе, который вознесся на небеса. Куда Он вознесся? Какое там устройство? Где Он сейчас? Где те люди, которые к Нему были вознесены? Ведь Иисус проповедовал о вечной жизни. Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Следовательно, те люди, которые уверовали в Иисуса Христа, они уже там рядом с Ним. Где рядом? Если мы читаем о богаче и Лазаре, то Лазарь успокоился на лоне Авраамова. А где сегодня находятся Петр, Иоанн, Иаков, Стефан, первомученик? Где находится апостол Павел? Где все святые, их сотни, их тысячи, их, возможно, сотни тысяч этих людей? Где они? Если мы с вами этот вопрос задаем, на него должен быть поставлен ответ. Тогда наша вера, она начинает укрепляться. Если мы не понимаем, что будет впереди, то у нас и отсутствует в данном случае мотивация к тому, чтобы стремиться к небесному царству. То есть, когда мы не видим перспективы, обратите внимание, что даже в земной этой жизни человек наполняется энергией, каким-то смыслом, радостью, предвкушением. Только в том случае, если он знает, куда он движется, у него поставлена цель. Наша генеральная цель. Вот иногда мы говорим, что генеральная цель, генеральная постановка Евангелия – это проповедовать Евангелие. Это верно все. Но наша генеральная жизненная цель, то есть проповедовать Евангелие – это наше служение, это наше поручение пред Господом, наше предназначение. Но а к чему мы людей с вами ведем? Куда мы их призываем? Вот вопрос очень важный. В данном случае, когда мы говорим о Царстве Небесном, мы должны знать, что такое Царство Небесное. Даже в том отношении, чтобы не попасть в неловкое положение. Ты будешь проповедовать человеку о том, чтобы он уверовал в Иисуса Христа, и ты обретешь жизнь вечную. Человек такой простой, незамысловатый, он будет задавать простые очень вопросы, но конкретные вопросы. Он говорит, о да, это интересно, жизнь вечная, это очень привлекательно для меня. А как это все будет? Вы знаете, как дети любознательные, а иногда и взрослые, они как дети. Это правильный подход. Мы должны осмысленно проповедовать Евангелие. Я понимаю так, что апостолы, когда встретились с Иисусом, и услышали эту весть о Небесном Царстве, они, конечно же, Его спрашивали. И Он им отвечал. И в предыдущем выпуске я представил те тексты, в которых Иисус очень так просто и доступно говорит о характере Небесного Царства, о принципах, закладываемых в Небесное Царство. И мы видим, что Иисус-то вознесся в Небесное Царство. Нам надлежит ответить на вопрос, что это за царство, как оно устроено, какой там порядок, какая там установка для нас, наше предназначение, чем мы будем заниматься в Небесном Царстве. Очень важный вопрос. Название сегодняшнего выпуска связано именно с этим вопросом, чем мы будем заниматься в Небесном Царстве. И название «Будни Царства Небесного» для людей, которые не ориентируются в теме, которые просто иногда прочитали Евангелие, прочитали книгу Откровения, может быть, немножко там полистали старый завет, книгу «Бытие», и для них может показаться странной постановка темы. Они не могут соединить этих два понятия «Будни» и «Царство Небесное». Для некоторых людей «Царство Небесное» представлено как торжество вечного праздника, вечное поклонение, вечное пение людей, какие-то марши, такие манифестации, движение масс людей в белых одеждах с пальмовыми ветвями, поклонение у престола. Это все есть. Понимаете? Это все есть. Но это не все Евангелие. Это не все слово о Небесном Царстве. Поэтому давайте мы на основании Писаний вот такой вопрос поставим. Что такое будни Небесного Царства? Суть вопроса в чем? Наше земное устройство таково, что основная часть нашей жизни – это будни. И мы по наследству приняли вот такое устройство жизненное, и это устройство, оно заложено в Писаниях, то есть это установка самого Господа Бога. Господь, сотворив человека, сотворил его по образу своему и по подобию своему. И Он ему утвердил определенный порядок жизни, который человек и исполняет. И когда люди нарушают этот установленный порядок жизни, у них возникают проблемы. Некоторые нарушают, а некоторые стремятся изменить эту изначально данную установку для человека, которая обеспечивает ему блаженство жизни. И в данном случае огромное значение имеют будни. Само понятие будни разными людьми по-разному воспринимается. Обратите внимание, для человека деятельного, для человека, у которого есть четкий распорядок жизни, который чему-то научился в жизни, имеет опыт жизни. Что такое из себя представляют будни? Это прежде всего такой активный жизненный процесс. Это творческий процесс, который ему приносит радость, удовлетворение. Возьмем самый простой пример. Земледелец обработал землю. Когда земледелец обрабатывает землю, это будни. Но для него это интерес. С одной стороны, что он делает такого? Он просто взрыхляет черноземный верхний слой почвы, взрыхляет его какими-то инструментами. Это тяжело делать, на это нужно тратить усилия, время, энергию свою. Но он почему-то это делает. Это его будень. И смотрите, будни земледельца, будни человека, труженика, ремесленника, они его нисколько не угнетают. Почему? Потому что будни в обязательном порядке, они приносят результат. И вот обработал человек участок земли, он видит эту пахоту, ему приятно смотреть на то, что он сделал, он достиг чего-то. И вот это довольство заложено человеку Господом Богом изначально. Но я хотел бы на примере текстов из первой книги Моисеева «Бытие» показать, что будни – это изначальная и естественная установка вселенского распорядка. Есть будни, есть праздники. Будни – это большая часть вселенского распорядка, а праздники – меньшая его часть. Если будет наоборот, то праздник уже не праздник. И вот в истории Богача и Лазаря там написано, что богатый человек каждый день пиршествовал блистательно. То есть у него был каждый день праздник, у него не было будней. То есть он решил таким образом изменить божественное установление. И был сурово за то наказан. Понимаете? Если Господь Бог установил будни для человека, и человеку ставятся от Господа задачи в эти будни, это не просто мы сами для себя устанавливаем, но от Бога у нас идет определенная установка и наше предназначение. Речь идет не только о служении Богу, о нашем посещении церкви, а речь идет прежде всего о нашей жизни. Наша жизнь Богом дана. Господь утвердил распорядок этой жизни и поставил перед нами жизненные задачи. Когда мы эти задачи выполняем правильно, тогда мы имеем право называться людьми, то есть сотворенными существами Господом, Богом, сотворенными по Его образу и по Его подобию. И уже с первых страниц, с первого текста Священного Писания нам открываются будни. Жизнь начинается с будни, не наоборот. Жизнь не начинается с праздника, потому что для праздника нужен повод, нужен плод. И когда семя бросается в землю, для семени наступают будни. И сначала это тьма, какая-то атмосфера такая нагнетенная, непонятная, мрачная атмосфера. И зерно, брошенное в землю, начинает потихонечку умирать и стлевать. Но одновременно с этим тлением, там внутри зернышка зарождается жизнь. Вот это начало будни. Потом зерно пробивает росточек. Росток движется, к солнцу движется через слой почвы, выходит на поверхность земли. Это все будни. Поднимается стебель, поднимается колос, наливается колос зернами. Это все будни. И только потом приходит жатва, а жатва уже праздник, когда есть результат. И самый первый текст Писания говорит, что во Вселенной изначально установлены будни и установлены после этих будней праздники. То есть праздник как бы исход будничной жизни. Я читаю первый текст бытия. В начале сотворил Бог небо и землю. Первая глава нам открывает шестидневный такой цикл. Шесть дней Господь Бог трудится, создает и творит. Он что-то делает. Сотворил небо и землю. Он прилагал к этому усилия. У него были для этого специальные ресурсы. У него был навык, у него был опыт, у него был материал. И он начал творить. То есть это будни. Первый день будень, второй день будень, третий, четвертый, пятый и шестой. Я сейчас не обращаю внимания на то, что именно Господь там делал, но факт в том, что Он каждый день трудился. Вот смотрите, ценность будничного дня для Господа и для человека. Для Господа и человека. Ну, я прочитаю, например, десятый текст. Десятый текст. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Будни приносят Господу Богу удовлетворение в его работе. Не просто работа ради работы. Нам уже показан принцип божественного установления жизни для нас с вами, божественного порядка в жизни. То есть человек имеет какую-то цель, он ставит задачи, и он должен работать на конечный результат. Если этого нет, то будни превращаются для человека в какой-то ужасный кошмар, томительный. И человек утром ждет, когда наступит вечер, а вечером томится, дожидаясь до утра. Почему? У него нет радости в жизни. Будни приносят радость. Господь говорит, что это хорошо. То есть он сделал работу, он посмотрел на эту работу, он удовлетворен своей работой и дает ей оценку. Вот это принцип будничного дня. И мы понимаем, если таким образом человек устраивает свою жизнь, то мы будем освобождены от всякого угнетения, депрессии, уныния и всего того, чем люди сегодня наполнены, не исполняя божественные установки в этих буднях. Что еще мы имеем в этой книге? Вот установлен цикл «Шесть дней». Изначально шесть дней работать и один день покой. Об этом седьмом дне мы читаем, «Почил он, совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Смотрите, здесь установлен порядок. «Шесть дней работой» «Седьмой почил». Что очень важно отметить. Вот в эти шесть дней поставлена цель и целый ряд задач, которые должны помогать достигнуть этой цели. И цель достигнута. Тогда Бог почил. Это не просто работа ради работы. То есть есть смысл определенный заложенный. И для нас это также хорошая очень установка. Когда мы имеем намерение счастливо жить, мы должны делать так, как Господь Бог делал. Шесть дней трудиться, созидать, использовать весь свой творческий потенциал, свои силы, свою харизму, все свои ресурсы, для того, чтобы выполнять поставленные цели. А потом седьмой день. Но для нас что сказано о седьмом дне? Для божьих людей, для праведников. Для праведника седьмой день сказано, чтобы мы его посвятили Господу. Это не просто отдых, не просто такой пустой, свободный от работы день, но это день к Господу. Общение с Господом, радость с Господом, веселье даже с Господом, общение с Господом. Смотрите, у некоторых людей, которые неправильно строят режим своей жизни, а режим жизни уже заложен здесь, в книге бытие для человека. День седьмой, свободный от работы, он, ну, они для чего его используют? Там, некоторые, отсыпаться, отсыпаться, просто отдыхать, там, ничего не делать. Почему так происходит? Потому что человек неправильно устроил режим своих шести дней, шести будней. Так вот, в первой главе нам показан этот режим. И в чем он заключается? Смотрите, я читаю с первых текстов. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, это работа, это будничная работа Господа. Назвал Бог свет днем». То есть, он анализирует все, он творит, он дает этому свои определенные названия. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро день один». Потом мы читаем. «И был вечер, и было утро день второй». «И был вечер, и было утро день третий». «И был вечер, и было утро день четвертый». «И был вечер, и было утро день пятый». «И в том числе завершается шестой день, и был вечер, и было утро день шестой». Почему нам подчеркнуто шесть дней, что был вечер, и было утро? Это говорит о том, что день предназначен для работы. Вот есть такой режим. «Вечер» указывает человеку на завершение рабочего дня. И в этом отношении Господь сотворил светило большое для управления днем, светило меньшее для управления ночью и звездой. И вечер не предназначен для работы. Вечер предназначен для покоя, опять же, вечернего покоя. Мы каждый вечер можем назвать святым вечером, если бы древние традиции, да и современные традиции. Человек днем трудится, то есть рассудительный человек никогда не будет себя загонять на работе. Он не будет трудиться сутками, доводить себя до изнемождения, потому что так можно просто умереть от этого изнемождения. Есть порядок и есть режим. Утро – это начало. С чего начинается утро? Человек пробуждается, он осознает свое существование, свое бытие. По нашему распорядку христианскому утро начинается с благодарности Господу, утро начинается с маленького такого даже богослужения. Человек сам себя определяет на настоящий день, человек подкрепляет себя пищей и готовится к совершению своего трудового распорядка. «Наступает день, и солнце освещает наши пути днем, чтобы мы плодотворно трудились, качественно трудились, ответственно трудились и принесли плод». И опять же, у нас есть две задачи в течение дня, и Господь нам подсказывает. Нам нужно, с одной стороны, выполнить поставленную перед нами задачу, и, с другой стороны, вовремя остановиться. Это мотивирует человека, ну, во-первых, трудиться активно, но не доводить себя до изнемождения и рационально строить свой рабочий день, чтобы к концу рабочего дня была выполнена поставленная задача. Если так не происходит, нужно анализировать, почему не выполнена задача поставлена, какие были ошибки, какие были оплошности, или какие недостатки, или какие дефициты. Вот так устроен день. А вечер, вечер – это покой. То есть, между днем и между ночью есть вечер. И вечером Христос с учениками собирались где-то на званный какой-то ужин. Если брать семью, к примеру, то вечером после, ну, трудового дня, после работы собирается вся семья, когда уже скотина ухожена, ну, если мы берем, ну, быт земледельца, там, скотовода, или даже ремесленника, не имеет это значения. Быть трудового человека. Вот семья, возьмем семья, отец, мать, там, дети, может быть, живет большая семья, там есть братья, есть сестры, у каждого есть какое-то предназначение по жизни. Если у них общая усадьба, значит, каждый выполняет свою работу. Но вот приходит время, и следует такая команда, завершение рабочего дня. Все люди умываются в это время, переодеваются в чистую одежду, успокаиваются, оставляют всякую работу и собираются вместе, чтобы поужинать, чтобы пообщаться, чтобы отвлечься от этого трудового дня, успокоиться от дел своих. А ночью человек отдыхает уже чисто физиологически. Также вот этот вечер для молитвы, для размышлений, для общения друг с другом. Если вот таким образом, вот опять же, по установке божественной, человек выстраивает свою жизнь, его будни для него будут благословением. То есть каждый следующий день для него приносит радость, потому что прошедшие дни он прожил достойно, он принес плод, что-то еще прибавилось для него. Он имеет внутреннее такое свидетельство своей правоты пред Богом и пред своими ближними. Вот это и есть будни. И Господь шесть дней трудился, шесть дней, а было утро для него, и был вечер, и была ночь, а ночью он не работал. И вот наступил седьмой день, о котором сказано, что он вошел в покой и почил от дел своих. Таким образом, уже изначально, сотворив человека по образу и подобию своему, Господь дает ему распорядок его жизни. Не только дни, распорядок жизни. Вот так навсегда, друзья мои, навсегда. Шесть дней работай, один день отдыхай. Ну и, конечно же, еще есть праздники. Вот здесь, в данном случае, когда мы с вами имеем понимание о буднях, когда мы видим достижение результата в буднях, тогда есть смысл говорить о праздниках, которые, ну, например, если брать праздники Старого Завета, там, ну, среди прочего, праздник сбора, там, первого снопа и потом праздник жатвы. Это уместный очень праздник для земледельца. То есть он трудился несколько месяцев, и вот он видит результат жатва. И многие другие праздники, о которых мы с вами впоследствии еще поговорим. Но сегодня, в этом выпуске, я хотел бы подчеркнуть, что установка вселенского порядка, это прежде всего будни и только потом праздник по завершению достижения определенной цели. То есть мы читали из первой книги Священного Писания, и эта мысль должна быть для нас удостоверена из последней книги, то есть из книги Откровения. Подавляющее большинство текстов книги Откровения нам говорят прежде всего о буднях. Вы понимаете? Книга Откровения, она начинается с будней. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Это труд, то есть Господь, пребывающий на небесах, находящийся во славе. Вот мы с вами открываем третью главу Откровения. И написано «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». То есть Иисус, находясь на престоле, находясь при власти, имея неограниченные ресурсы, он имеет будничную работу свою. Он имеет Откровение и он, что происходит перед престолом. «Видение престола» нам открыто в четвертой главе книги Откровения. И с одной стороны мы видим торжественный сам вид этого престола, блестящий вид, на нем сидящий подобен бриллианту сидящему, но при этом здесь мы с вами читаем вокруг престола 24 престола и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды, имели на головах свои золотые венцы. О чем это говорит? Это говорит о вот этой структуре управления небесным царством. Для какой цели здесь вокруг престола 24 еще престола? Престол это символ руководства, символ управления, это работа, это будни, это небесный совет, понимаете? Есть сидящий на престоле Господь Бог Вседержитель, по правую руку от Него Божий Сын и 24 престола, они чем заняты? Они заняты управлением, это все будни, еще нет праздника. И даже когда мы с вами читаем о том, что 24 старца падают при сидящем на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Это благодарственная молитва по созерцанию сотворенного Богом в будни. И дальше в каждой главе мы с вами находим такую констатацию фактов о будни. Ну, например, в первой главе еще видение прославленного Иисуса посреди семи золотых светильников. Мы понимаем, что Христос прославленный, Он на небесах. И когда мы видим прославленного Христа на небесном престоле, но Его видение, что Он посреди золотых светильников, это будни небесного царства. Он управляет церковью. Вот там на земле послание к Ефесянам в этом отношении, опять же, в подтверждении важности будней в небесном царстве, мы читаем следующее свидетельство о Христе. «Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Глава церкви, глава церкви управляет церковью. Он сказал, Господь, я создам церковь, и врата ада не одолеет ее. Это будни. И далее, и далее мы видим будни, когда мы с вами читаем о четырех ангелах, сидящих на углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер на землю. Это все будни. Когда мы видим прежде в пятой главе Агнса, как бы закланного, имеющего семь рогов и семь очей. Для чего ему семь рогов и семь очей? Для того, чтобы выполнять волю небесного отца. И это все будни. Таким образом, для нас и книга Бытие, и книга Откровения анонсирует эту тему будни небесного царства. И мы без особенного труда, просто перечитывая книгу Бытие, первую, вторую, третью главу книги Бытие и книгу Откровения приходим к четкому выводу, что на небесах есть будни и есть праздники, есть торжества. И всем существам на небесах и на земле есть свое определение отношений будней и отношений праздников. По поводу земного определения нам как бы понятно, а что касается небесного, нам еще стоит с вами здесь поработать и исследовать этот вопрос. То есть вопрос еще завис в воздухе, на него надлежит ответить. Какое наше место в буднях небесного царства? И этому будут посвящены последующие выпуски. ответить. Спасибо. Спасибо.